Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. 26 лет назад был освобожден Карвачак. Состоялась встреча Пашинян Алиев Вене, Давид Тунуян, формула новая война, новые территории. Лавров рассказал, как нужно урегулировать ситуацию на северо-востоке Сирии. Отрицатель Максим Гауэн отвергнут. В Афинах пройдет вечер, посвященный Кумитасу, Вортопету и Оланесу Туманяну. В Вадаямане Западная Армения обнаружили доисторические околиминенности. Западная Армения. 27 марта 1993 год. Армянские войска начали освободительную операцию в Карвачаре. 1 апреля Карвачар был освобожден благодаря борцам за свободу Арменаку Абрамяну, Овсепу Овсепяну, Володе Аветисяну, Саркису Карапетяну, Мишу Тадевусяну, Иосифу Нерсессиану, Вигену Абрамяну и другим. 2 апреля армянские войска продвинулись вперед, а через три дня они обосновались на перевале Амар. Действия Карвачара начались 31 марта около полуночи. 1 апреля после 25-километрового броска армянские войска уже находились в центре Карвачара. Две боевые позиции были захвачены, первый в 7 утра и второй в 10.30 утра. Освобождение Карвачара было очень важно для безопасности северных и северо-восточных границ Армении и Арцаха. Карвачар был важным стратегическим элементом для армянской страны, обеспечивала тыл Мартакерцкого района и всего Арцаха. В 2013 году Ливон Миносян опубликовал книгу «Карвачар. Наш долг чести», где подробно изложена освободительная операция Карвачара. По инициативе сопредседателя Минской группы ОБСЕ, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алии встретились в Вене. Говоря о встрече, премьер-министр Армении Пашинян отметил, что встреча прошла нормально. Встреча подчеркнула важность шагов по укреплению режима прекращения огня и совершенствованию механизма в прямой связи. Была достигнута договоренность о проведении ряда гуманитарных мероприятий. Как министр обороны я говорю, что формула территории в обмен на мир, я перефразировала формулу «Новая война, новые территории». Об этом заявил находящийся с официальным визитом в США министр обороны Армении Давид Туноян на встрече с представителями армянской общины в Нью-Йорке. Он отметил, что армянская страна ничего не уступит. Возможны компромиссы. Мы увеличим количество штурмовых подразделений и от окопного оборонительного состояния перейдем к увеличению подразделений, которые могут перевести военные действия на территорию противника, отметил министр обороны Армении. Ситуацию на северо-востоке Сирии нужно решать с уважением суверенитета Сирийской Арабской Республики и интересов Турции, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. Эту тему мы, безусловно, обсуждаем с нашими турецкими друзьями по линии внешнеполитических ведомств и по линии Министерства обороны и службы безопасности ситуацию на северо-востоке Сирии. У нас общий подход к этой проблеме. Ситуацию нужно решать на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и с полным учетом интересов безопасности Турецкой Республики, сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавашоглу. В четверг, 28 марта, апелляционный суд Парижа внес свой вердикт по делу Гуина против Тураняна и Тельбаяна, отклонив жалобу ИСЦа о том, что его сравнивали с Форисоном и обвинили как работника турецкого фашизма. Одним из ответчиков директора Novels de Armini и второй защитник прав армян в Западной Армении на форуме ArmNews. Показания, представленные нашими депутатами Самвелом Тельбяном, были основаны главным образом на последствиях геноцида для его семьи, родом из Мараша в Килики. Наш депутат Самвел Тельбян защитил историчность термина геноцид, представленного Рафаэлем Лемкиным. Напомним, что суть этого термина, который идентифицирует преступление, можно найти в геноциде против армян. Основываясь на таких работах, как вознаграждающая мистификация Тенера Акчама или воспоминания посла Мургентау, он отмечает, что несмотря на геноцид, совершенные против армянского народа, а также аннексию и последующую оккупацию Западной Армении, которая была признана в 1920 году, Турция стала членом Лиги наций, а затем и Организации Объединенных Наций, без какого-либо уважения к уставу ООН. Он добавил к своей презентации, я сам написал книгу по истории армянских беженцев и я смог измерить размеры резни. Я с самого детства слушал истории моей семьи, чьи незахороненные кости лежат на пути депортации, и это является основной мотивацией моей приверженности. Гауэн подвергает сомнению мое право осудить его ревизионизм и мешает мне говорить правду. Я всегда буду бороться с фальсификаторами, которые бушуют в сети, и я сделаю все, чтобы они были осуждены. Турецкому государству не мешало бы поучиться у Германии, которая приняла на себя полную ответственность за действия нацистов, компенсируя все жертвами. При поддержке Министерства диаспоры и культуры Республики Армения Афинская школа танцев Аветис с 5 апреля организует литературно-художественный вечер под названием «Они родились, чтобы мы воскресились», посвященный 150-летию со дня рождения Кумитаса в ортопете и поэту Ованеса Туманяна. Специальными гостями мероприятия станут исполняющие обязанности директора музея Ованеса Туманяна Ани Еги Азарян и Ани Амсаян, которые проводят интерактивные кукольные представления. Добавим, что школа танцев Аветис была основана в 2013 году в Афинах. В одном из стен домов Адыямана обнаружили доисторические окаменелости возрастом 65 миллионов лет. Огромная окаменелость была найдена в стене дома в деревне Гельбаш. Позже дирекция музея Адыяман перевезла находку в музей. Заместитель директора музея Адыяман Самосад Мехмед Алкан сказал, что по этому поводу мы находимся в районе Гельбаш, который, согласно сирийским источникам, известен как город на берегу реки. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Керы и Гельбаш. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok